Из-за того, что всё ещё действуют ограничения на большие собрания, папа провёл свою общую аудиенцию из кабинета, где он обычно встречается с политическими лидерами. Она проходила без паломников. В своей катехезе святейший отец размышлял над тем, что говорит Библия о молитве простых людей. Он привлёк всеобщее внимание к первым главам бытия, которые показывают распространение зла и насилия после падения Адама и Евы. «Их глаза открыты, и они понимают, что они голые. На них ничего нет. Не забывайте это. Искуситель не платит добром». Папа Франциск сказал, что пока Каин убивал Авеля из зависти, а высокомерие разрушало Вавилонскую башню, другие люди были способны молиться Богу искренне, и это повлияло на их судьбу. Молитва сеет жизнь. Простая молитва. Вот почему очень важно учить детей молиться. Святейший отец сказал, что первая молитва, которой нужно обучить детей, это знак креста. Он посоветовал помочь детям научиться правильно осенять себя крестным знамением. Мне больно, когда я вижу детей и говорю, «Ты умеешь креститься?» И они делают это. Они не знают, как сделать это правильно. Учить их осенять себя знаком креста. Это первая молитва. Дети должны научиться молиться. Может быть, они забудут или выберут другой путь. Но эта молитва останется в их сердцах, потому что это семя жизни, семя диалога с Богом. Итальянские военно-воздушные силы поднимают настроение итальянцев, совершая пироэты в воздухе над важными для итальянцев местами. Среди них – Оссиди, где похоронен Святой Франциск. Пилотажная группа итальянских ВВС Фретчи Триколори совершила маневр над этим городом и оставила на небе итальянский флаг.